Прекрасная погода, дорогие мои друзья, сегодня солнце, красота, ляпота. Сидишь и слушаешь шум воды. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам хочу рассказать, какая финансовая помощь беженцам из Украины в Евросоюзе. В Европе, в каких странах, какая помощь беженцам из Украины. Так вот, какие страны не выплачивают пособия для беженцев? Это Испания, Италия, но Болгария теперь уже приняла закон о выплате пособий для беженцев. Теперь уже и в Испании, хотя не существует выплата пособий для беженцев, но в Испании могут дать вам ваучеры на 60 евро каждую неделю на 3 месяца, когда вы получаете статус временная защита. Это в Испании. А теперь я вам расскажу страны, где выплачивают пособия для беженцев. В Португалии 150 евро в месяц есть право на жилье, но, естественно, языковые курсы. В Швеции в день выдают 71 шведский крон, это 7 долларов. И до 14 лет детям на одного ребенка 50 крон, это 5 долларов. Франция. Во Франции на сегодняшний день выдают 4 евро в день. Если у вас в семье больше одного человека, то на каждого добавляется 6 евро 70 сантим. И когда вы получаете статус беженца, вы получаете на руки карту или чековую книжку, по которой вы можете отовариваться, покупать продукты первой необходимости, какую-то одежду, но деньги снимать вы не можете. И отправлять своим родственникам вы не можете. Только предоставляете эту карту для оплаты внутри страны. По крайней мере, я говорю про Францию. С жильем во Франции дефицит. Те же лагеря для беженцев, это школы, спортзалы, но пособия выплачивают. Просто я хочу посоветовать для беженцев, если вы едете в страны Евросоюза, то выбирайте маленькие города. Я понимаю, что престижно там Марсель, Лион, Орлион, Версаль, Париж. Но там будет очень трудно жильем. Ирландия. Климат, конечно, неблагоприятный и далеко находится. 206 евро в неделю для взрослого человека и на ребенка до 16 лет 140 евро в месяц. Негусто населенная страна, так что они принимают беженцев. В Австрии пособие для беженцев 180 евро за ребенка и 200 евро за взрослого человека. В Чехии 5000 чешских крон. Каждый месяц выплачивают семье. Работы нет. Скорее всего, Чехия закроет, сделает лимит беженцам, потому что их там очень много. В Польше тоже выплачивают пособия. 300 злотых на одного человека. 500 злотых на семью. Это единовременное пособие. Не каждый месяц вы получать будете там пособие. На какую сумму? Только один раз. Крупные города Польши заполнены беженцами. И не только из Украины, а из других стран мира. Работы нет даже самим полякам. Словакия. Пособие для беженцев 68 евро 80 сантим на одного человека в месяц. Но это вообще гроши. Ну, конечно же, опять жилье. Это школы, лагеря для беженцев, спортивные залы. Германия. Помощь зависит от департаментов. Здесь, конечно же, пособия хорошие. 367 евро на одного человека. 294 евро до 25 лет человеку, который живет с родителями. Вот такая помощь для молодого человека или молодой девушки. 326 евро от 6 до 17 лет детям. И 249 евро до 6 лет ребенку. И проезд бесплатный. Проезд в автобусах бесплатный. И семья беженцев из Украины или из других стран мира. Довольно комфортно может жить в Германии на все эти пособия. Но социального жилья в Германии очень мало. И снять жилье за 410 евро просто невозможно. Потому что 410 евро это сумма, которую компенсирует Германия беженцу. В основном можно найти жилье в деревнях Германии. Если можно найти хату на эту сумму. Жилье, конечно, в Германии очень дорогое, как и во Франции. Но в Германии пособия хорошие. Снять жилье очень дорого, но пособия хорошие. Если вы запросите статус беженца, скорее всего, вас посерят в огромном спортзале, в школе, в лагере для беженцев. Но это на короткий срок. Но если у вас есть друзья, родственники Германии, тогда это хорошо. Можно также выбрать Англию, Данию, Ирландию, Швецию, Норвегию. Никто никого содержать пожизненно не будет. Везде придется работать. В самом Евросоюзе уже давно безработица. Если вы получаете статус беженца, порой бывает дает жилье лучше, чем у местных. Если вы подали документы на статус временная защита, можете выезжать из той страны, где подали на статус временной защиты и получили его. Но устроиться на работу в другой стране вы не можете. Вы можете устроиться на работу только в той стране, где вы получили статус. Статус временная защита или статус беженца. И получать пособие только в той стране, где вы подали на статус. В Финляндии уже начали выпускать рекомендации, как и где работают украинцы и еще как платить налоги. В общем, Евросоюз зовет к себе, зовет, но не забывает о налогах. О налогах. В скандинавских странах, в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии пособие, конечно, побольше. И с 3 апреля здесь проезд будет бесплатным. Тут еще платят вот эти скандинавские страны. Тут еще платят бонус за знание языка. Потому что очень сложный язык. Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции. Скандинавский язык. Очень сложный. Если питаться в приютах, то пособие, конечно же, получите меньше. Примерно как месячный проезд. И все. Так что я хочу предложить, выбирайте страну сами. Потому что сегодня выплаты есть. Завтра могут отменить выплаты. Если еще где-то война, то вообще могут снизить до минимума. И еще. Украина же без виза. Вот, если вы приехали из Украины по без визе на 3 месяца, то можете сразу подать на статус временная защита. И работать, где вы подадите на статус временная защита или на статус беженца. Вот, дорогие мои друзья, дорогие мои украинцы, я люблю вас, я всегда поддерживаю вас. Я за мир во всем мире. Я вот вам предложила несколько стран, где вы можете получать пособие и туда вы можете подаваться. Вообще, конечно, можно рассматривать скандинавские страны. Дания и Бельгия в том числе, да? Скандинавские страны. Это Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. Очень большое пособие там. Но трудно с языком будет. Но ничего, можно и выучить язык, и жить там достойно. И потом со временем найти работу, и жить достойно в этих странах. Во Франции, конечно, дают пособие, но, как говорится, жусть-жусть. Только-только-только народ украинский практичный, хозяйственный, приноровятся и к евро. И можно будет жить достойно. Вот такая ситуация по финансовой помощи беженцам из Украины. В первую очередь. Что хочу сказать по Франции. Во Франции по телевизору показывают, что журналисты, активисты не очень довольны тем, что Украине дали такой статус экстренной помощи. Но, дорогие мои друзья, ведь в Украине вот такой конфликт. Люди бегут. Кто в чем на сегодняшний день все растет. цены на бензин, на дистоплива, продукты питания. меня спрашивали в комментариях, а на сколько подорожали продукты. Так вот, заодно и отвечу. Например, подсолнечное масло в России стоит 84 рубля или 90 рублей, но во Франции стоит 2 евро. Раньше стоила бутылка подсолнечного масла 1 евро 89, на сегодня 2 евро. Ну и другие, когда я делала обзор покупок продуктов, я вам показывала и говорила, что на несколько сантимов увеличилось. Например, я вам говорила, столько-то столько стоит 2 евро, а прибавилось на 2-3-4 сантима. Друзья мои, когда вы смотрите мои видео, я же там конкретно все объясняю, еще мне пишут комментарии, что я-то и не живу в Франции, и что я там придумываю. Нет, дорогие мои друзья, я ничего не придумываю. Посмотрите мой IP-адрес, где я нахожусь. Ну и, конечно, я рада вашим комментариям. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был канал Жизнь во Франции. Всего вам доброго. Пока-пока. До новых встреч.